Впереди еще несколько дней до празднования победы в Великой Отечественной. Но торжественность момента все собравшиеся ощущают уже сейчас. В руках живые цветы, на груди георгиевские ленточки, символ победы. Рядом с молодежью стоят ветераны. Довершают картину истребители в небе, летящие с репетицией парада на Красной площади. В торжественном построении митинги и возложении цветов к памятнику воинам, павшим в Великой Отечественной войне, приняли участие школьники, представители администрации Ленинского района, руководители муниципальных служб, депутаты Совета депутатов города и района, ветераны войны и труда, представители духовенства и военнослужащие 5-й бригады противовоздушной обороны. Возложение цветов к мемориальному комплексу на Расторгуевском кладбище уже многолетняя традиция. На территории Ленинского района боевые действия не велись, но здесь проходила линия противовоздушной обороны Москвы. На полях и заводах работали круженики тыла, снабжая армию всем необходимым. Мне хочется обратиться к молодежи, потому что те выпускники 23-24 годов рождения строили свои планы, влюблялись, хотели жить, но не каждому удалось это сделать. Вечная память погибшим. Константин Иванович Масалов родился в 1938 году. Две его сестры прошли Великую Отечественную, таких как он называют «дети войны». И хотя Константин Иванович не участвовал в боевых сражениях, в его памяти сохранилась масса эпизодов из военного детства, от которых сжимается сердце. В 1943 году мне было всего 5 лет. Родители не досмотрели за мной, и я ушел, вышел из дома. И оказался на фабрике, которая недалеко от моего дома. И одного мужика не было вообще на фабрике. Одни женщины, и руководитель фабрики, и женщины, главный инженер, сантехники, механики, все были женщины. И вдруг мужик объявился, это наш директор. А мне всего лишь 5 лет. И они мне посадили за столик, я сидела за этим столиком, и каждый день приходил на работу в течение двух лет. Всего из Московской области на войну отправились более миллиона человек. 33 тысячи было призвано из Ленинского района. 8 тысяч погибло. В память о них и тех, кто ушел из жизни в мирное время, объявлена минута молчания. Учащиеся Винновской среднеобразовательной школы номер 6 выступили с литературной композицией, посвященной 72-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Озвученные детскими голосами, стихи и рассказы о войне звучат еще более пронзительно. Я родилась, когда все было в прошлом. Победе нашей уже много лет. Но как мне близко то, что уже в прошлом. Дай бог вам, ветераны, долгих лет. Мемориальный комплекс на Расторгуевском кладбище в этот раз с трудом вместил всех тех, кто пришел поклониться героям и возложить цветы к памятникам. Военнослужащие 5-й бригады противовоздушной обороны произвели несколько залпов в память о тех, кто не вернулся с войны. Именно за то, чтобы над нашей землей, если и звучали выстрелы орудий, это были бы только выстрелы салюта и сложили головы миллионы людей. Максим Козлов, Владимир Бижонов, Екатерина Чернышева. Видное ТВ.